Что еще улучшит экологию в Челябинске, так это закрытие самой большой свалки в стране. По решению губернатора Бориса Дубровского, она прекратила работу в сентябре, хотя сделать это нужно было еще в конце 80-х. То, что с мусором нужно бороться кардинально и комплексно, поддерживает и президент Владимир Путин. Заявление прозвучало на большой пресс-конференции президента в ответе на вопрос челябинской журналистки о раздельном сборе мусора. В этом году на пресс-конференцию приехали 1702 журналиста, и как корреспонденту из Челябинска удалось привлечь внимание Владимира Путина, об этом в репортаже Полины Кирсановой. Она узнала, на какие хитрости идут региональные репортеры ради ответа Путина. Могла бы, конечно, на голову надеть, но это неудобно, я пробовала. Так что как-нибудь вот так. Эффектно главный принцип для журналистов, приехавших на пресс-конференцию президента. Строгий дресс-код здесь приветствуется, но креатив и местный колорит побеждают. Не меньше по зрелищности самой пресс-конференции. С этой минуты до ее начала журналисты готовятся задать свои вопросы, распаковывают плакаты, многие в паре с ними надели национальные костюмы и даже костюмы сказочных героев. Сделать все, чтобы задать вопрос президенту. Это мой личный костюм, у меня двое детей, поэтому у меня есть все. Есть все, нашелся и костюм Снегурочки. Меховые сапоги, шапка и яркая шуба. И хотя наряд выбран веселый, вопрос Диана Югорова намерена задать серьезный. Спросить у президента Снегурочка из Волгограда хочет о борьбе с монополизацией рынка ритуальных услуг. А здесь в борьбе за микрофон ставку делают на шаманский бубен. Это хантыйский бубен, он, конечно, декоративный, декоративный, конечно. Но вместе с тем он выполнен по всем правилам народов ханты. Это настоящая оленя кожа. На 14-ю по счету пресс-конференцию президента аккредитовалось 1702 журналиста. Из России, Украины, США и других стран. Это пакистанский национальный костюм и флага Пакистана. Не замерзли? Немножечко, пока доехали. Но здесь тепло, хорошо. Но костюм это не всегда хорошо. Тенденция последних пресс-конференций – таблички. Так журналисты привлекают внимание Владимира Путина. В этом году плакаты стали меньше, надписи емче. Путин щука, Путин лыжи. Владимир Владимирович, я видел две таблички. Что там лыжи? Вот это мне интересно. Зима же? Да. Лыжи. Поднимите лыжи, пожалуйста. В прошлом году Деда Мороза видели. К нему себе подбегали корреспонденты, интервью брали. А ничего им не помогло. Он стоял там, как Дед Мороз, а Путин на него никакого внимания не обратил. А обратил внимание на тех, кто держал такой интересный плакат. Плакат сработал в плюс для Челябинской области. Впервые за всю историю пресс-конференции вопрос удалось задать журналистам с Южноуральского ТВ. Вообще у меня вопрос, который касается не только Челябинска, но вообще всей России. Речь идет об утилизации мусора, об ее сортировке. Ответ простой. Мы никогда этим не занимали. Десятилетиями советских времен просто сбрасывали мусор в ямы. Нам нужно решить несколько ключевых и первоочередных задач. Нужно ликвидировать незаконные свалки. Это первое, что нужно сделать. И второе, что нужно сделать, это выстроить целую индустрию переработки. Как видите, у меня нет кокошника на голове. У меня нет какой-то провокационной таблички. Тут чисто информационное название нашего СМИ. И его, не знаю, песков ткнул пальцем, и я ответила. Вопросы из региона для президента как обратная связь. Журналистка из Рязани рассказала про обманутых дольщиков и трагедии в ее семье. Вы связываете убийство вашего мужа с вашей деятельностью по поводу защиты интересов дольщиков? Я это связываю только с этим. По закону чиновник должен в первую очередь заботиться о людях. А они заботятся о том, чтобы красивый отчет в Москву нарисовать. Я очень рассчитываю на поддержку Владимира Владимировича. Благодаря таким вопросам ежегодную пресс-конференцию считают уникальной площадкой. Президент напрямую узнает о проблемах из разных уголков страны. Круг тем самый широкий. Экономика, внутренняя политика, социалка, международная повестка и личная жизнь президента. Госканал они спросят, а когда вы женитесь? И на ком? Будем считать, что на второй вопрос я ответил. Хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать. К пресс-конференции Владимир Путин и сам готовится несколько дней. Это работа с ведомствами, уточнение цифр и деталей. Последние три года больше времени отдают именно журналистам из регионов. У них, в отличие от федеральных коллег, меньше возможностей поговорить с президентом. Что важно, очень многие из региональных вопросов лишились былой местечковости. Они даже обладали примером из конкретной жизни у меня в регионе. Но они были мгновенно узнаваемы по повестке для остальных регионов. Может быть даже президент ожидал, что она будет более острой. И поэтому он однажды сказал, что у нас более спокойно. Не хватало, может быть, чисто международной тематики. Главная интрига пресс-конференции на сколько часов журналисты задержат президента в зале. Рекорд 4 часа 40 минут. Это было в 2008 году. В этом году на час меньше. Вопрос удалось задать 53 журналистам. Среди предложений прось провести реформу ПСИН, создать министерство идей и оставить любимцев молодежи рэперов в покое. Полина Кирсанова, Андрей Ярушев, ОТВ.